Привето на всички Слава Богу за такую чудесную группу прославления Слава Богу за такая чудесная группа нахваления И становится все больше и больше Remember, когда пришло время для прославления, хоп, пол зала встало, вышло на сцену Потому что, у них начинается започ fatto и Слава Богу за это Знаете, вот тиму, которую я вам сегодня подготовил, она мне пришла еще пару недель назад. Я вот все размышлял в свободное время об этом. И чаще всего во время прогулки с собакой или перед сном мне приходили какие-то мысли, откровения. Я сразу доставал телефон за заметки. И записывал. И тема сегодняшней проповеди — это «Бери Иисуса всегда с собой». Я уверовал около четырех с половиной лет назад. И принял водное крещение, заключил завет с Богом. И знаете, вот я тогда смотрел на служителей, на пастырей, на проповедников. И тогава гледах служителей, пастырей, проповедниците. Думаю, как так вы получаете вот слово от Бога. И все так четко складывается, все так по-умному. И при этом еще умудряются и как-то юмор сюда включить. И так свободно себя чувствуют. И думал, а как вы понимаете, что это от Бога? Что это не просто мысли мудрые, умные, а с головы. Но я смотрел за ними и по жизни, они как-то все так легко. Не то, что легко, но они так проблемы, трудности, выкручиваются так умно. Что мы там что-то там чинили машину, или строили церковь, это еще в Молдове. И тут вот что-то не получается, и ты сидишь, думаешь, как это сделать. И тут человек подходит такой, о, давай сделаем так-то, так-то. И получается. И ты думаешь, ничего себе, ты умный. Как ты так догадался? И уже начинаешь думать, блин, а может, это я тупой? Хотя я тогда еще думал, блин, я всегда всю жизнь себя считал очень умным, эрудированным человеком. Но мне такие гениальные мысли не приходили вот в таких ситуациях. И для меня это оставалось загадкой около двух лет. И за две години това беше гатонка за мен, тайна. Да, моего пребывания в церкви. Когато пребывалах в церкви, да? И пока я не загнал себя в очень тяжелые такие жизненные ситуации. И когда ты не вкарах в себе себе в трудные ситуации в животном. И тогда до меня дошло. И тугава разбрах. Что вот они получают ответы, у них все так решается. Ты получава отговори, всичко се решава при тях. Только потому, что они всегда и везде берут Иисуса с собой. И я понял, что этот ответ есть в Библии. И давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу, 3-4 стих. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. И я такой, о, а точно. Вот они берут всегда везде Иисуса с собой. Не просто вот где-то вот так рядом. Потому что да, Он всегда рядом с нами. Но как часто мы берем Его с собой? Какие-то бытовые, ежедневные, естественные дела. В обычную прогулку. На поездку на шашлыки с друзьями. В какое-то путешествие. Не оставляем Его в церкви. Или в тайной комнате. Или в молитвах за какие-то нужды. А именно берем Его постоянно с собой. Не говорим в воскресенье, когда приходим в церковь. Бог, привет, я тут. Да не казвам неделя, когато идем на церковь. А потом, когда все заканчивается, все. И когато всичко слышно. Чао, до следващего воскресенья. До следващего неделя. Или увидимся в моей тайной комнате. Или, что ты видишь в моете тайной стаи. Или, когда у меня будут проблемы, я тогда тебя с собой возьму. Или, когда имам проблемы, тогда вы будете вземать с себе си. Нет, Бог хочет всегда быть рядом. Бог иска винаги дает у вас. Он хочет радоваться не только какими-то успехами, в служении. Иска да се радва в успехи, не само в служении, успехите. В каких-то масштабных успехах по жизни. Некакие масштабные успехи в животе. Ну и в мелких делах. Ну то есть, когда с радуешь в древние места. Например, ура, я пожарил наконец-таки яичницу без скорлупы. Ура, ас направи в ногу хубави яйца, научи. Что она не подгорела. Тя не подгорела. Она съедобна. Может, съедай. И Бог как отец радуется. Молодец сын, молодец дочь. Браво, дештыря, браво, сыны. Или же вот сёстры обычно. Блин, какие классные ноготочки я сделала. Ух, как красота. И Бог радуется. Дочь, я тоже радуюсь за это. А сушь ты все радуем за тобой. Или же вот у братьев обычно, что нашел магазин с автозавчастями, с супер дешевыми и супер качественными. Бог хочет радоваться вместе с нами и таким же мелочам. И также хочет утешать нас. И не только в испытаниях или в большом горе. Но и в мелких неудачах. Вот, например, я поставил все носки стираться. А потом пары не могу найти. Вот. Когда был холостым. И вот, казалось бы, вот я такой иногда думаю. Вот Ной. И Маной. В ковчеге. У него было каждой твари по паре. Там в коробе имаши за всех. И после потопа они не потерялись. Они вместе выбрались. А у меня со стиралкой так не получается. И вот в таких огорчениях Бог хочет быть рядом. Или же когда сестры негодуют, что муж разбросал по всей квартире носки. Или же вот тоже вот к ноготочкам. Вот вы записались к мастеру, которому очень тяжело записаться. Сделали. И на второй день их сломали. Печалька, печалька. Вот в такой печали Бог тоже хочет быть рядом и утешать вас. Казалось бы, это мелочи. Но в таком вот взаимоотношении проявляется настоящая искренняя любовь. Вот, чтобы вы понимали. Вот те, у кого есть дети, поймут. Те, у кого их еще пока нет, представьте. Вот представьте, ребенок подбегает к вам с просто ошарашенными такими глазами блестят. И говорят, мама, папа, смотрите, что сделал вот мой пупо, какой клубочек сделал. И вам это смешно, вам это кажется нелепым каким-то. Но это вас радует, это вас умиляет. Вот так же и Бог, и вот, казалось бы, эти мелочи для него, это какие-то глупости для него. Но его это тоже очень радует, что мы даже в таких мелочах его всегда берем с собой. Это вот такие особенные взаимоотношения с Богом. Что он присутствует всегда и везде в твоей жизни. Что он не просто стоит где-то рядом. А именно он в тебе. А то я вов в тебе. 24 на 7. И при таких взаимоотношениях дьявол будет содрогаться от этого. И при таких взаимоотношениях дьявол будет бояться. И он не сможет ничего никак навредить. Даже если будет пытаться. Он будет всячески пытаться разрушить это взаимоотношение. Но когда мы его берем с собой, его проказы, его вот какие-то пакости будут никчемными. Можно первую фотографию подготовить. Это будет выглядеть примерно вот так. Что изглежда такая примерно. Вот вы вот тот маленький мышонок. Везде малка мишка. А Бог со мной, ну, Бог это вот чуть побольше и большой. И все мы помним, что потом было, когда встал большой вот мышь-слон. И после вспомним, что тоже тази мишка-слон. Вот это металлическое оружие, оно просто увяло. И твое металло-рыжее просто защупило. Все, можно убирать. Можно, смахай. Вот так же и нападки дьявола будут казаться вот маленькому нам казаться чем-то опасным. Вот что для мышонка это двустволка. Это фарш просто размятки будет. А для это, для Бога это просто сделать вот так вот. И это превратится в какую-то мягкую плюшевую игрушку. И твое оружие, что ты превратила в мега-играчка просто. Так же и пакости дьявола. И така зли нещта, която прави дьявол. Он захочет где-то что-то навредить. Но когда Бог всегда с вами. Но когда Бог винаги и с вас. Вы эту проблему сможете очень быстро и легко решить. И тази проблему можете да решите бързо и леко. Вот вот эти, казалось бы, гениальные мысли, они будут приходить. И тези гениальные мысли просто идут. Вот просто так. И тогда уже кто-то другой будет удивляться тому, что ничего себе вы умные. И какие бы ни было испытания. Даже бы, если в физическом мире они будут казаться больше вас. И дуриво физические святы изглежат погулями и посилуют вас в тези испытания. Казаться невозможными на преодоление. Можно вторую фотографию подготовить. Это может выглядеть примерно вот так. Твоя может изглежать такая. Но когда Бог 24 на 7 внутри вас. Когда-то Бог постоянно и внутри вас. В духовном мире это противостояние будет выглядеть совершенно наоборот. Можно третью фотографию. Это будет выглядеть вот так. Где вам вообще не страшны, не сложно противостоять этим атакам. И тогда, когда Бог всегда с вами. Вы всегда остаетесь горячими христианами. Ведь Бог говорит об этом. И в Библии. Давайте откроем откровение. Моя одна из любимейших книг. Третья глава. 15-17 стих. От 15-17 стих. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, То извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, И жалок, и ниш, и слеп, и нак. Вот Бог тут говорит о трех состояниях. А горячим, теплым и холодным. С горячими все понятно. Они горят для Бога. Они жаждут сделать как можно больше для Бога. Они просто как метеоры. Одно служение, второе, третье, четвертое, пятое. Я и здесь помогу, я и здесь послужил. Здесь поевангелизирую. Тут скажу человеку о Богу. Они горят. И люди видят это. И загораются так же. И хора, когда губят, Существует запал, С холодными тоже все понятно. Они ищут, Как бы согреться. Как бы и чем бы заткнуть вот этот холод, Вот этот ветер внутри их души. И когда холодный встретится с горячим, То горячим своим вот этим огнем, Он его тоже согреет, тоже зажжет. А что не так с теплыми? Теплым уже, в принципе, ничего не надо. Тут есть место. Ты говоришь, я богат, разбогател, И ни в чем не имею нужды. И вот теплым кажется, Ну, у меня по работе все идет хорошо. У меня в воскресенье я прихожу на служение. Ну, на молитвенное приду. Ну, утром там помолюсь обязательно, Не как от нужды, А уже больше как традиция, Как какой-то ритуал. И где-то уже служение, Церковь уходит на второй план, Где-то на первый план становится работа. Ну, человек себя оправдывает. Ну, я же хожу в воскресенье в церковь. Человек соправдал в ситуации, Посождая вас службе. Я могу кому-то периодически евангелизировать. Чем могу да евангелизировать. И это состояние опасно тем, Что особенно в нашем современном мире, Когда очень много различной информации, Человек может запросто после каких-то видео Или каких-то статей Уйти в какую-то ересь, Уйти следовать за словами, За спикерами, Которые говорят те вещи, Которые они хотят слушать. Которые больше так говорят, Что подходит их комфорту. Обычно вот теплые, Они боятся потерять свой комфорт. А вот горячие, Они нет. Им чаще всего приходится Выходить из своей зоны комфорта. Настолько сильно, Что все становится вокруг их зоной комфорта. И куда бы они не вышли, Им со временем становится везде комфортно. Вот даже в жизни, Когда говорят, Что человек горячий. Какой горячий парень, Ты понимаешь, Ух, значит молодец, Значит много что умеет, Много что знает. Или же когда говорят, Что человек холодный. Это означает, Что он черствый, Что он какой-то бесчувственный, Неромантичный. И этого человека можно изменить. Со временем, Со временем человек может поменяться, Стать более чувственным. Более там романтичным. По романтичным. А что обычно говорят о тёплом человеке? Тёплый человек, Ну когда говорят тёплый человек, Это ну типа живой, Не холодный. Тёплый. Значит живой. Значит живее. И всё. И твоя. Или когда вот мы говорим, Ну горячий, Вот даже звучит горячий. Дори звучи. Или тёпленький. Звучит ну не очень. Тёпл звучит не только добре. Вот так и мы, Когда 24 на 7 Берём с собой Иисуса, И ние когато Постоянно взимаме Иисуса с себе си, Этот огонь всегда поддерживается в нас. Този огонь постоянно Се поддржа в утре во в нас. И когда Иисус всегда с нами, Когато Иисус винаги ес с нас, Мы находим своё место. Находим своё призвание. Своё служение. Вы знаете, Я когда уверовал, Когда пришёл в церковь, И смотрел на всех служителей, И я восхищался. Я и сейчас восхищаюсь. Но тогда мне казалось, Что то, что они делают, Это супер невозможно. Что я так не смогу. Что я недостоин этого. Недостаточно образован. И мне хватало каких-то вот, Ну, таких мелких дел. Где-то что-то помочь, Там принести. И я помню прекрасно, Когда Саша Шаревич подошёл ко мне И говорит, А хочешь за камерой посидеть, Поснимать на телевидении? Помните, как Саша Шаревич Мне предложили снимать с камерой? Я такой, ты мне? Я сказал, ас? Предлагаешь настолько ответственное занятие. Предлагаешь мне только вот, Говорим, занимание. Я смотрю, он такой с лёгкостью, Так смотри, вот тут камера, Вот здесь вот так увеличивается, Здесь вот так. Тут вот так ракурс берёшь. Какой-то такой ракурс не можешь? Саня, как ты можешь об этом Так спокойно говорить? Я сказал, как можешь спокойно договорить за твое? Ты снимаешь на телевидении? Ты снимаешь за телевизией твое? И первые несколько, там, Три-четыре служения, Саня всегда стоял рядом. И первые три-четыре служения, Саша, Беши, Думин. И у меня аж руки тряслись камеру переворачивать, Настолько я переживал. И мне тогда казалось, Вот это мой пик, Вот я вот, я в аператорском служении, Это ухо. Я смысли, что это Найгорное то нечто, Което могу направить. Но у Бога были другие планы. Но Бог има ещё и другие планы. И Он постепенно, потихоньку Давал мне новые и новые служения. И постепенно той даваше Други служения, с кольцом я занимавам. Я вот тоже не забуду, Когда предложил пасторе Андрею Помочь ему с молодёжкой проведением. Мне было супер трудно решиться, Что пастор Андрей, Вот каждую пятницу Мы молодёжкой собирались у него. Он постоянно так вкусно готовил. Такие темы для разговоров И мне как-то пришло такое вот, А может предложить ему помощь? Да не, 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 ты чё? Ты чё? Я смысли, что не, не, не. Это ж молодёжка, это ж ответственно. Там готовить. Трябва да готовишь. Вкусно. А после такого примера Там уж сложно конкурировать. Темы, может быть, иногда Нужно будет готовить. Что самое сложное Для холостяцкой квартиры Это убраться надо, Посуду помыть. Апартамент Но Бог Поскольку я вот начал тогда уже Потихоньку, потихоньку Всё чаще, всё больше Брать его с собой Он начал давать уверенности. У меня начало получаться готовить. Причём вкусно. И бейши вкусно дури. И потихоньку, потихоньку Я в служении углублялся. Стал лидером молодёжки. Молодёжным пастырем. И слава Богу за это. Я очень благодарен. Что я вижу, как Бог Действительно меня за этот период Менял. Иногда мне кажется Ого! Я до такого додумался. Вау! Потом думаю Не-не-не Это всё Бог Я просто услышал. Я просто услышал. И дьявол хочет Обмануть нас. Он постоянно будет Говорить о том, Что мы где-то В чём-то недостойны. Что у нас Чего-то нет В отличие от других. Что Нам не нужно В это идти. У меня вот так было С тюремным Служением Я вот Очень пессимистично К этому Относился И думал Ну я точно Я точно Для этого не готов Точно Никто не будет Слушать И я себя Не буду там Комфортно чувствовать Но стоило только Один раз Поехать туда Я понял, что нет Это то место Где я должен быть И знаете Жалко Че Эди Не е Тук Днес Поскольку Ему Один из Заключенных Прислал Письмо С Благодарностью За То служение Которое Мы провели И Это писал Человек Которого Пожизненный Срок Который Уже 11 лет Но Он С такой Любовью С такой Благодарностью Писал О каждом Из нас О девчонках Как они пели О Эдди И Хоть я И там Говорил Где-то Минуту Две Но даже И вот И меня Он упомянул В своем письме И он Вот что Мне больше всего Понравилось Он сказал Что в нас Видно Действительно Божье присутствие Видно Что мы Все делали Вот Искренне Что Было Видно Желание И это Не потому Что Мы такие Все хорошие А это Потому Что через Нас Действовал Бог И Его Присутствие Оно Было Там И Вот Когда Бог С Нами Вот Это Вся Ложь Дьявола Про То Что Мы Недостойны Она Не Будет Работать Вот Это Взаимоотношение С Богом Оно Будет Нас Накрывать Сячески И Понимание И Ощущение Бога Будет Только Расти Разбираны На Бог Сам Что Нараст И Мы Будем Внутри Сами Меняться И Будут Иногда Ты Будешь Смотреть На Некоторые Вещи И Будешь Удивляться О том Что Почему Я Раньше Этого Не Делал Или Почему Я Раньше Поступал Так Или Вспоминать Ситуации Которые Сейчас Ты Так О Блин Тогда Можно Было Сделать Так То Так То И Это Все Потому Что Тогда Бога В Нашей Жизни Было Меньше Чем Сейчас И Никогда Не Поздно Начать Брать Бога Всегда С С С Просто Постоянно 24 На 7 Будь то Просто Прогулка Будь то Просто Сон Он Всегда Будет С Нами И Вот Очень Прикольное Время Когда Бог С Нами Во Сне Потому Что Он Во Снах Даже Когда Никак Не Говорит Не Предупреждает О чем А Просто Провождение Времени Вместе Он Будет Вам Показывать Картинки Такие Которые Приятны Вам Вот У Меня Раньше Было Одни Картинки Одно Вот Сейчас Мне Бог Все Чаще И Чаще Показывает Сны Где Я Играю Со Своей Будущей Дочерью И Просыпаешься Уже В Хорошем Настроении И Понимаешь Что Это Был Сон Время Проведенное Тоже С Богом Вот Леха Недавно Свой Сон Рассказал И Вот В нем Он Также Проводил Время С Богом И Тоже По Своему Потому Как Приятно И Это Ощущение Очень Такое Приятное Просто Провождение С Богом Во сне Потому Что Там У тебя Свои Картинки Свои Не Вот Этот Вот Лир К Или Когда Ты Идешь Вкрутишь Какие-то Мысли Что Спрашиваешь У Бога Если Еще С наушниками Играет Музыка Прославление Это Настолько Зачастую Касается Вот Лично Меня Что Вот Я Могу Иногда Идти По Улице И Просто Вот Какая Настолько Большая Радость Настолько Большое Успокоение Что Как-то Слезы Идут Сами Собой Не От Горя А Просто От Какой-то Чрезмерной Радости И Когда Вот Мы Берем Бога Везде С собой То И В наших Делах Становится Чуть Проще Решить Какие-то Проблемы Но Тут Самое Главное Понимать Надо Что-то Делать Не Просто Старишь Ноги На стол Господь Решай Я тебя Взял С собой Работай Нет Надо Что-то Делать И Так же И В служении Все Прикладывается И Ты Знаешь Кому Как Проевангелизировать Кому Стоит Чуть Более Настырно Более Агрессивно Кому Нужно Не Передавить Потому Потому Что У каждого Человека Свой Характер Своё Восприятие И Свои Методы Доверия И Тут Не Получается Шаблонно Расставить На всех И Служение И Евангелизацию Потому Что У каждого Свои Вопросы Свои Нужды Свои Проблемы И Когда Бог С Вами Всегда То Вы Прям Чувствуете Кому Что Надо Сказать Вот Братья Особенно Которые Неженаты Когда Вы Ухаживаете За Кем Бог Вам Говорит Как И Что Нужно Говорить Как И Что Нужно Ухаживать Я Вот Очень Для Меня Было Показатель Когда Я За Аней Ухаживал Что Мне Бог Действительно Показывал Некоторые Вещи И Говорил Некоторые Слова Которые Очень Сильно Касались Ее Сердце Я Вот Не Забуду Никогда Вот Момент Один Это Был Выходной Суббота Я Приходил На Игры Я Вот Иду И Мне Приходит Купи Рафаэлок Я Иду Покупаю Рафаэлок Прихожу Говорю Аня Это Тебе Как Ты Догадался Я Только Что Умолилась И Хотела Рафаэлки Она Лежала Отдыхала Думала Вот Кто Купил Рафаэлки Я Говорю Ну Бог Услышал Твои Молитвы Поэтому Вот Я Купил И Это Так Везде Во всех Аспектах У меня Очень Много Взаимоотношениях С родителями Так же Улучшились Когда Я Начал Брать Бог Что Они Были Очень Плох И Я Чувствую Момент Когда Нужно Позвонить Что Сказать И Родители Прям Вот Наполняются Так же Этой Любовью Божьим Присутствием И Они Меняются Потому Что Когда Меняемся Мы Меняется Мир И Вокруг Нас И Когда Бог Действительно В нас То Мы Постепенно Постепенно Перестаем Уже Скрывать Или Умалчивать Что Мы Христиане И Перестаем Бояться Этого Мира Потому Что Вспомните Первую Любовь В Боге Как Вы Горели Как Вы Всем Хотели Рассказать О том Что Есть Бог И О том Какие Чудеса Он Творит И Часто Бывает У меня Лично Так Было Что Постепенно Это Угасает Желание И Где-то Становится Что Я буду Сейчас Говорить Что Подумают Но Нет Так Быть Не Должно И Когда Бог Всегда Рядом Ты Всегда Горишь Всегда Чувствуешь Эту Любовь И Ты Будешь Всем Говорить Я Вот Сейчас Это Замечаю Даже В своей Работе Когда Просто Ненароком Ты Начинаешь Людям Уже Эвангелизировать И Твое Обсуждение Каких-то Дел Какой-то Работы Оно Просто Переходит Уже В Евангелизацию И Ты Видишь Как Человек Воспринимает Каждое Твое Слово И Даже Кажется Что Я Еще Недостаточно Знаю Недостаточно Духовен Недостаточно Хорошо Разбираюсь В Писании Знаю Всех Нюансов Всех Тонкостей Но Бог Дает Тебе Такие Слово Которые Нужны Этому Человеку И Он Меняется И Также Зажигается Вот Этой Твоей Любовью И Человек Думает Сразу Становится Интересным А Что За Бог У Этого Человека А Куда Он Ходит А Пойду Ка Я Интересно Приду Еще Раз Еще Раз И Потом Человек Открывает Свое Сердце Он Хочет Так же И Бог В Эту же Секунду Входит В Секунду Стоит Ему Своё Сердце Рядом С нами Чуть Чуть Открыть И Туда Входит Бог И Тогда У Человека Так Жизнь Налаживается Он Жизнь Бог Как Своего Отца Дорогие Братья Сестры Бог Хочет Чтобы Вы Всегда Его Брали Везде Чтобы Ваши Взаимоотношения Были Действительно Как У Отца Сына И У Отца С Дочерью И Даже Если Вам Кажется Что Какая Просьба Слишком Мелкая Для Бога То Богу Будет Очень Приятно Вот Я С того Момента Как Начал Брать Бога С С С С С Проблема Размера Моей Обуви Пропал Вот Раньше Была Такая Проблема Что Вот Я Приходил В Любые Обувные Магазины Обувки И Обувь Которая Мне Нравилась Самый Большой Размер Был 44 А У 46 И Приходилось Покупать То Что Есть А Сейчас Я Захожу В Любой Магазин Который Мне Нравится Вот Эта Пара Вот Эта Пара Подхожу Уже Есть 46 Они Да Есть Там Уже Стало Сложнее Приходится Выбирать Раньше Не Приходилось Выбирать Сейчас Выбирать Придется И Вот В Такой Мелкой Проблеме Бог Проявляет Тоже Свою Любовь И Потом Из Таких Мелочей Складывается Что-то Большое И Жизнь Действительно Становится Куда Более Радостной И Мы Все Чаще И Чаще Начинаем Радоваться Мелким Вещам Потому Что Это Основная Составляющая Жизни Мы Начинаем Просить За Мелкие Вещи Радоваться Мелким Вещам То Придут И Большие Каждому В свое Время Верен В малым Верен И В большим Уверен В мал В Я Вас Ободряю Верите Бога Везде С С Везде И Повсюду Чтобы Он Также Радовался Красивой Природе Так же Как и Вы Радовался Прекрасный Запах Шашлыков Радоваться Всему Всему Что Радует Вас Потому Что Он Это Создал Но Ему Вновь Приятно Также Радоваться Своему Творению И Радоваться Вам Поэтому Давайте Помолимся Склоним Свои Сердца Дорогой Господь Я Благодарю Тебя Боже За Все Что Ты Делаешь В наших Жизнях За Все Мелкие И Большие Чудеса За То Что Ты Помогаешь Нам Во Всех Наших Трудностях Во Всех Наших Нуждах За То Что Ты Так Наполняешь Наше Сердце Любовью Благодарю Тебя За Такой Чудесный Прекрасный Мир Который Ты Создал За Такую Чудесную Прекрасную Природу Я Молю Тебя Боже Дай Господь Мудрости И Дерзновения Всем Нам Постоянно Пребывать В Тебе Постоянно Брать Тебя Во Всех Своих Невзгодах Во Всех Своих Радостях Чтобы Ты Постоянно Был С Нам Постоянно Покрывал Наше Сердце Своей Любовью Своей Теплотой Дай Нам Господь Всем Быть Горячими Гореть Для Теба Чтобы Мы Могли Своим Огнем Зажигать Других Чтобы Мы Могли Передавать Этот Огонь И Эта Любовь Сердца Других Молю Тебя Боже Давай Мудрости Решение Всех Возможных Проблем Чтобы Гениальные Мысли Приходили В голову Каждого Из Нас Чтобы Мы Все Дальше Все Больше Наслаждались Взаим Благослови Господь Всех Присутствующих Здесь Мы Молились Любовью Благодарностью В имя Иисуса Христа Аминь Аминь Спасибо большое За это Слово Пастор Роман